В нашем эфире Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть взаимно. Я приветствую всю нашу аудиторию. Да, назвал Путин сначала пригожено предателем и изменником, а потом через два дня назвал патриотом. И все деньги ему вернули, и слитки золотые тоже, и подозрительные свертки, наверное, и табельное именное оружие. И статью отменили, и сбитые шесть вертолетов, и один самолет Минобороны России простили. Скажите, что в этой связи должны подумать простые россияне? Вот какая главная мысль должна быть у них в голове сейчас? Я считаю, что они демонстрируют какое-то феноменальное превращение из народа в население за 24 года путинского правления. Из граждан они превратились в подданных, им санировали черепные коробки, благодаря массированному агитпропу, размах которого, кстати, я считаю, уже теперь превосходит советские времена, даже в годы Холодной войны. С моей точки зрения, вот такой промывочный все-таки не удавалось организовать. И сейчас они смотрят, ну, так сказать, любую пропаганду и поглощают ее просто как разжеванную кашку. Готовят ее в Кремле, как известно, информационным поваром, таким изготовителем фейков. Фейков она готовится к ГГБшникам Алексеем Громовым, замглавы администрации президента Мордора. И у этого населения на данном этапе, как мне кажется, вот этой деградации уже совсем несохранный интеллект. Я бы могла, конечно, сказать, что он уподоблен какому-то там годовалому ребенку, но скорее это все-таки дементная вековая бабка. И вы знаете, вот эти предложения Путина, которые постоянно звучат, у него, если разбирать с точки зрения криминалистики, у него такой вот тип называется экстернал. Это когда все вокруг виноваты. Вот все вокруг виноваты, там родители, школа, коллеги и так далее. И вот такие вот серийные маньяки, в принципе, не дают, так сказать, на публике признаний, даже когда их уже просто введут на расстрел. Это специфика, ну такой вот девиации путинской, которую они перенимают, видимо, впитывая охотно за 24 года уже вот эту кашку. И они смотрят на сообщения о смене роли Пригожина на отрицательную, а потом обратно в положительную, как в детский прибор-калейдоскоп, где, в принципе, каждая последующая картинка столь же хороша, как и предыдущая. Мыслить они, конечно же, не способны. И, в принципе, этот советский зоопарк напоминает вот своими этими грязными, тесными клетками, ржавыми решетками, где звери, кстати сказать, любят надзирателей за то, что те вовремя носят им баланду на обед. Вот все это сборище, ну вот, пожалуй, можно его только назвать обитателями такого зоопарка. Ну и если завтра им Боброжуйка, Симоньян или Свинопас Соловьев расскажут, что Пригожин вознесся на небеса, замироточил, вот, они, скорее всего, поверят, побегут в РПЦ, закупят иконы с ликом путинского повара, заменят ими устаревшие изображения Христа, а вместо Пасхи будут отмечать Пригожие Вознесение или Мятежинский Пригож на какой-нибудь Красной Горке. Вот, поэтому я считаю, что они не способны, как рыбки-гупи, все-таки уже к критическому мышлению, хотя нельзя отрицать, что не все, ну просто, понимаете, это досадное какой-то огромный балласт, вот такое большинство какое-то пугающее. Всегда, когда даже раньше были какие-то протестные идеи, то они же топились в том, что, в принципе, намеренно искажая данные любых социологических опросов, казалось, что вот эти здравые идеи, они просто утопают в каких-то там 86% люмпин-пролетариата. Но, тем не менее, я считаю, что независимо от вот этой вот, ну как вам сказать, с одной стороны бабки Путина, вот эти все безумицы, зоопарк и так далее, имитация пропаганды этой поддержки, статисты в Дербенте и все прочее, ФСОшницы, которые то мороженое продают, то, значит, уколы делают, то еще что-то, вот это все все равно недееспособно. Оно только рассчитано на такую штиль, на такой штиль, гладь и какую-то там, ими понимаемую, благодать. Я же считаю, что свержение оккупационного московского режима пройдет через этап специальной хирургической операции. То есть Пригожин произвел укол, путинская Россия уже под наркозом. Хирургические ножи заточены, инструменты подготовлены, Легион Свобода России и РДК показали свою слаженность, а повстанцы на территории России также ждут своего часа. И все испытывающие зов справедливости присоединятся в процессе операции к управляемому распаду Российской империи, ее демилитаризации, денуклеаризации и депутинизации. Да, но смотрите же, Путин пытается как-то восстановить сейчас свой авторитет. Начал вроде бы чистки в верхах, уволил генерала Герасимова, снял его с управления российской армией в Украине. Говорят, в генштабе остался, но тем не менее, ведь именно отстранение Герасимова добивался Пригожин, в частности Герасимова. То есть то, что сейчас по факту увольнение Герасимова, получается по факту Путин идет на поводу у Пригожина? С моей точки зрения, все-таки это не совсем свершившийся факт. Я имею в виду самоустранение, потому что, насколько я могу судить, его исчезновение могло быть связано с карантинными процедурами, вот этой самой знаменитой передержкой перед личной встречей с диктатором. Для того, чтобы как раз-таки в узком кругу обсудить результаты произошедшего. И, насколько я понимаю, сегодня Герасимов провел, как ни в чем не бывало, заседание в генштабе и заслушал там вот эти фейковые отчеты об уничтожении миллиарда танков «Леопард». Ну, поэтому их рокировки, они, если и возможны, то я думаю, что разве что синхронно с аннигиляцией Пригожина. Я думаю, что сейчас Путин изображает исполнение договоренностей с Пригожиным, но зная, какой фюрер мстительный, можно предположить, сколько злобы он накопит и в какой момент она Пригожину выльется в кружку с чефиром. Этот, кстати, трагический случай приключится с Пригожиным. Мне почему-то вот кажется, что у Пригожина все-таки произойдет какое-то несварение или отторжение какой-то специфической новой приправы, потому что вот именно повар, когда там почувствует неладное, так сказать, со здоровьем, ну, мы знаем, что повар ходил, ничтоже сумняшись, аналитейный, даже там, вероятно, вполне доверительно пил чай, забыв, наверное, о горькой судьбидушке Романа Цепова. Но, тем не менее, вот мне кажется, что Путин, как такой маньяк с почерком, у него все-таки отравление, это, как мне видится, один из любимых способов устранения неугодных, то вот как только он разберется с бракоразводными сложностями финансовыми в своих отношениях с Пригожиным, я думаю, что как раз-таки, получив эти все бизнес-активы назад и все необходимое, вот это вот может с ним приключиться, это вот несварение, может, не знаю, как-нибудь занедужить полонием или чем-нибудь еще. А у кого же, кто же будет этим хирургом тогда? Я думал, что раз Пригожин сделал инъекцию, как вы сказали, то дальше он возьмет и скальпель. Не он? Видите, у Пригожина, по всей вероятности, амбиции были несколько меньшими. Допустим, он, конечно же, был озлоблен тем, что, мало того, долги, которые накопились, у них ведь колоссальные договоренности с Путиным, сам диктатор назвал сумму в миллиард, но потом его поправил, его пропагандист Киселев, такое живое лицо лепры, я бы даже сказала. Так вот, он озвучил цифру в 22 миллиарда долларов. Поэтому представить себе, что Пригожина что-то не устраивало, если бы Путин рассчитывался с ним, как договаривались, сложно. Я просто считаю, что с ним не только, ну, не рассчитались за какой-то, видимо, отрезок времени, но и предложение его бойцам, этим головорезам, террористам, подписывать контракт с Минобороной, видимо, позволило Пригожину сделать догадку о том, что с ними и в дальнейшем не будут рассчитываться ни по предыдущим долгам, но и вообще пытаются взять под свой контроль его группировку, которую, по большому счету, тоже его группировкой называть неуместно. И эта группировка, которая создавалась аквариумом, этим разведкой Минобороны России, по большому счету делал это неонацист Уткин, и все они, и там не только Уткин с этими татуировками, и позывной-то Вагнер, это позывной Уткина. Поэтому, ну, Пригожин был очень долгое время фронтменом, причем чрезвычайно дорогооплачиваемым фронтменом, ну, вот его не устроило, что его, очевидно, пытаются потеснить, и после уже подписания большинством, например, ну, так, гипотетически контракта с Минобороны, то и вовсе не будут с ним рассчитываться. Поэтому, мне кажется, у него была большая доля желания показать Путину, на что он способен, и одновременно добиться аудиенции, которая, судя по всему, к удивлению, наверное, Да, получилось, да. Свинопотама, Соловьева и вот этого Дмитрия Киселева, все же-таки, состоялась, судя по некоторым утечкам, скажем так, во французскую прессу. Но при этом, при всем, я бы хотела обратить внимание на то, что Путин, когда пытается сформировать точку зрения, будто бы он хочет восстановить полный контроль, это невозможно сделать по той причине, что у него и раньше никакого полного контроля не было. Нельзя восстановить то, чего не было. Путин создал видимость того, что все в стране руководится или управляется им лично. То есть даже туалет какой-нибудь с выгребной ямой в Лухосранске открывает лично он по зуму. Но реальность-то противоречит этим мифам кремлевских сказочников. В России всем руководит и все контролирует тотальная коррупция, которая прикрывается национал-патриотическими, расистскими лозунгами. Поэтому, когда я говорю о том, что Прибожин сделал вот этот укол, это совпало. Вот эта вся система, она настолько инертна. Если ее представлять себе как колосс на глиняных ногах, то там даже третья, то нет, она неустойчива, потому что одна цементирующая составляющая – это ложь, вторая – это страх. По большому счету, он просто качнул эту вот пирамиду, которая до того держалась просто на каком-то тотальном гипнозе или даже, сказать точнее, социальной апатии. Тех, кто просто, наверное, как вам сказать, удрученные данными о якобы тотальной поддержке Путина вот этими любинно-проэлитариатами, они, наверное, меньше проявляли, скажем так, активность. Теперь, после того, как Прибожин произвел вот этот самый укол, то просто обнажилась правда. Поэтому я считаю, что дальнейшие действия, то есть, безусловно, наркозом как был, так и остается вот этот вот гипноз, в который они погружены. И поэтому они просто вот люмпин-проэлитариат, не выходя из квартиры, может быть, проведя какой-то запас необходимых продуктов, через неделю выйдут на улицу и поймут, что, как раньше, знаете, был анекдот, выгляни, посмотри на улицу, есть ли еще советская власть. Вот так же и произойдет с путинским режимом. Он просто рухнет. Я была одна из первых, которая еще весной говорила и на своем канале, и везде, что я ожидаю, я говорила весной о том, что я ожидаю августовский путь. Я считаю, что это был даже и не фальстарт, и даже не сорванный какой-то мятеж. Я считаю, что это была демоверсия. Он просто продемонстрировал, обнажил все эти отсутствующие протоколы безопасности, неспособность, бездарность путинского управления, его тотальный провал кадровой политики и всего остального. То есть нету, на самом деле, той опричнины, которую так все боялись. И поэтому вот эти, как я сказала, инструменты, скажем так, хирургические, они, конечно же, уже не в руках никакого Пригожина, но, тем не менее, они готовы. И я считаю, что, конечно же, авангард это РДК и Легион Свободы России, но я считаю, что все испытывающие этот зов справедливости присоединятся. И мы знаем из интервью участников Легиона и РДК о том, что таких заявок уже до Пригожинского, этого, Пригожинга, скажем так, были сотни ежедневно. Теперь, вероятно, будут тысячи. Вот, пожалуйста, сценарий будущего. Да, да, да. Ребята буквально накануне анонсировали новый рейд РДК, Легион Свободы России. Безусловно. И мы в этом отношении, по-моему, все едины. Я также читала прогнозы ГУР и вижу, что все сходится к тому, ну, трудно предсказать точные даты и числа, но вот тогда мне показалось, что август вообще месяц исторический, такой, которого побаиваются, скажем так, эти вот путинские функционеры, ну, потому что, видимо, вспоминают события 91-го года. И поэтому я считаю, что август это, конечно, то время, когда, вероятнее всего, наконец-то, вот, скажем так, путь будет успешным. А я бы лучше сказала, вот эти три Д будут успешными. Демилитаризация, денуклеаризация и депутинизация вот этой вот территории всей. Маша, вы уже упомянули, действительно, в начале французская либерационная об этом писала, ссылаясь на источники в западных разведках. И сегодня уже и пресс-секретарь Путина Песков подтвердил, что действительно была встреча через, получается, пару дней после этого мятежа в Кремле 29 июня, где Пригожин был со своими тоже там подчиненными, генералами Вагнера, встречался с Путиным. И якобы на встрече также присутствовал глава Росгвардии Золотов и Нарышкин, глава службы внешней разведки. Скажите, о чем они там вообще говорили? Может быть, договорились, не знаю, подписали какой-то пакт о ненападении друг на друга, о каком-то мире? Я могу себе представить, что Путин хотел лично от Пригожина услышать какие-то гарантии, что подобных бунтов больше не будет. Возможно, хотел оказать какое-то психологическое воздействие на вагнеровских боевиков, которые, судя по всему, тоже были на встрече. И я даже не удивлюсь, если этих боевиков какими-нибудь медальками Путин наградил в этот самый день. Но, понимаете, я уверена, что в чаше черной путинской душонки или тушонки, знаете, переполняется вот эта ненависть, она просто наполняет ее до краев уже переливающе, переливается через эти самые края. И поэтому, понимаете, такой вот Сальери, знаете, ну тут, получается, Сальери и Сальери. И то это не совсем то, так как, судя по историческим дальше уже исследованиям, композитор в свое время был все-таки оболган. Но в данном случае, кто кого, конечно, и они все, в принципе, предвкушают звуки реквиема. Просто вопрос, кто кого опередит. У Пригожина одна мечта быстрее смыться в Африку к своим вот этим африканским диктаторам. Там, говорят, он зарыл опять-таки наличных денег, 15 миллиардов долларов где-то, понимаете, вот в земле. Но это же не его личное, это же опять-таки общак. То есть Путину надо не только, чтобы он переписал на нужных людей, чтобы не произошло так, как с Олегом Рудновым, который внезапно умер, и все активы, которые они переписывали не только в России, но и, например, в Финляндии, надо было спешно задним числом куда-то там переоформлять. Вот чтобы этого ничего не было, безусловно, Путин очень эмоционально привязан, как и Пригожин к Санкт-Петербургу, к Ленинграду, точнее, потому что там прошла их гопническая вот эта молодость. Поэтому Ингерманландии, свободной Ингрии, скажем так, повезло гораздо меньше, чем многим другим российским регионам, которые сейчас бы уже могли свергнуть найманцев, которых им поставили в руководители, вот эту всю опричнину, которая уже, в принципе, дала трещину и трещит по швам дальше. Вот что касается Санкт-Петербурга, то там, конечно, Пригожин объехал, видимо, всех нотариусов необходимых, и в конце, так сказать, вот этого своего объезда нотариусов ему устроили встречу с Путиным для того, чтобы, скорее всего, обозначить новые границы какие-то, вот их взаимоотношений. Вряд ли кто-либо из них будет держать слово. Это просто, мне кажется, самоочевидно. Они будут дальше друг друга кидать. Это в природе. Тут ты уже как бы ничего не сделаешь. Эти две головы, вот эти куриные на гербе Российской Федерации, они посмотрели друг на друга. Это им очень не понравилось. Они будут выклёвывать планомерно друг у друга глазки и всё, что там попадётся им под клювик. Поэтому я считаю, что вот эта вся конструкция, которая сейчас, конечно, удивляет своей рассинхронизированностью, просто комичностью постоянно меняющихся нарративов и месседжей, вот она настолько очевидно уже рушится, что она именно что за собой потащит всё, что ещё примыкает, конечно же, в гражданскую войну. И когда я говорю о том, что наступит вот так называемая специальная хирургическая операция по просто освобождению от узурпатора Путина разных регионов России, то я в первую очередь считаю, что для этих регионов им бы уже, конечно, поторопиться. Для этих регионов это единственная надежда не скатиться в кровопролитную мясорубку гражданской войны. Это вовремя отпрыгнуть, признать, естественно, все нормы, вернуть, скажем так, международного права. И вот уже таким образом, избегая вот этого всего тотального многолетнего ужаса, постараться всё-таки минимизировать, скажем так, свой ущерб от всего того, что там неизбежно наступят в результате колоссальной смуты, как бы они её не припудривали. И какой бы педикюр при гангрене не делали бы Симонян, Киселёв, Соловьёв и прочие пропагандисты. Мария, хочу спросить у вас ещё вот о каком событии. Завтра мы ждём с нетерпением начало саммита НАТО в Вильнюсе. И в этой связи вот что хочу спросить. Украина, наша страна, возлагает большие надежды, если действительно мы услышим там о новой поддержке, о гарантиях безопасности, услышим приглашение Украины в Альянс. Как это может... Будут ли за этим следить в Кремле? Наверняка да. И вот такие положительные решения в пользу нашей страны. Как это может приблизить, может быть, начало вот той самой специальной хирургической операции, о которой вы говорите, и сделает вот эту вот конструкцию власти Путина ещё более зыбкой? Я думаю, что, конечно же, там весь Кремль следит за подготовкой к саммиту в Вильнюсе. Очевидно, что этим объясняется также и появление в соцсетях каких-то колонн якобы вагнеровцев в каких-то дорогах Беларуси. То есть они очень напуганы, естественно. Они пытаются что-то взамен на что-то отвлечь внимание и так далее. Но я думаю, что, понимаете, это настолько важные, действительно громадные шаги, что то, как, в конце концов, будет реагировать Россия и Кремль, это совершенно второстепенно. Потому что, понимаете, сейчас Украина даёт НАТО, даёт Европе и миру гарантии безопасности от агрессии. Ну, так сказать, уже, понимаете, вот весь этот оскал, ощерпь этого Левиафана весь мир увидел. Поэтому Украина, которая стоит живым щитом, и с моей точки зрения, сейчас уже, ну, понимаете, впору говорить о том, что это у Украины самая мотивированная профессиональная армия. Это Украина геройски защищает не только себя, но и как минимум на данном этапе Восточную Европу, а вообще по-хорошему, в принципе, всю европейскую семью и весь демократический мир, и особенно эти самые демократические ценности. Поэтому, с моей точки зрения, дело даже не в том, какой будет реакция там, в Кремле. Это вообще такое уже, понимаете, что они там могут сказать на это или сделать. Но главное, что именно прозвучит в НАТО. Вот я считаю, что нам надо сконцентрироваться на проведении саммита. Я считаю даже сегодня, накануне, совершенно не лишним всё ещё воспользоваться социальными сетями. Всех, кто нас слышит. Понимаете, всякие решения, они иногда принимаются и в последнюю минуту. Вот, к примеру, есть твиттер президента Байдена, Потус Байден-президент. Мы же можем сейчас написать призывы прямо туда. Это изучают его политтехнологи. Есть твиттер Белого дома, есть твиттер Пентагона. Всех тех стран НАТО, которые, как мы считаем, ещё занимают какую-то такую не совсем решительную, что ли, позицию. Мне кажется, нам надо всем миром вот сейчас навалиться, потому что завтра может быть тот самый долгожданный день, когда ничто не мешает героическую, потрясающую Украину принять в свою семью, в альянс. Когда Украина продемонстрировала свою квалификацию, сейчас невозможно уже утверждать, понимаете, что чем-то или как-то нужно доказывать какое-либо ещё соответствие. Их вой демонстрировано. И героичность, и самоотверженность, и сплочённость. Не просто соответствие, а, по-моему, на Украину надо равняться остальным в большом спектре вопросов. То есть Украина потрясла весь мир. Be brave like Ukrainians. Все эти лозунги, которые столько времени находились на разных улицах Соединённых Штатов Америки, в Европе. Каждый раз мир рукоплескал. По явлению президента Зеленского, который потрясающе совершенно всё это время выступал в парламентах тех стран, которые как раз и являются членами Альянса. То есть проделана колоссальная работа, и ничто не мешает сегодня Байдену принять, наконец, это судьбоносное решение, столь долгожданное и совершенно напрасно непринятое когда-то в 2008 году, которое повлекло за собой весь этот ужас. И теперь есть возможность именно завтра сделать это событие поистине долгожданное. Не только даже, я вам хочу сказать, мы из Украины. Да я считаю, что весь мир сейчас смотрит и ждёт этой самой решительности. Потому что, понимаете, не хочется... Сейчас процитирую несколько пабликов, чтобы Соединённые Штаты из локомотива этого Альянса превратились просто в какой-то её тормоз. Понимаете? Поэтому я думаю, что мы должны, знаете как, мы должны понимать, что знания некоторые, да, конечно, делают нас отчасти пессимистичными. Но я считаю, что надо оставаться оптимистами по образу действий. И сейчас такой краеугольный момент. Я очень надеюсь, очень прошу, чтобы все наши зрители просто не поленились. Вот сегодня проявили эту активность. Давайте прорвём, наконец, эту, так сказать, ну, в какой-то степени оборону, может быть, в сознании одного человека. Может быть, он примет это решение прямо сегодня. И чей-то твит окажется решающим. Да, нужно сказать, что действительно наши дипломаты проделали огромную работу. Наш президент с неимоверной чистотой контактов. Все эти визиты в разные страны, члены Альянса, встреча на высшем уровне. И, конечно же, наши военные, наши люди, которые ценой собственной жизни так храбро защищают не только свободу, независимость и демократию Украины, а всего цивилизованного мира. И действительно, мы достойны получить это приглашение. Все объективно понимают, что прямо завтра нас не могут пригласить уже в Альянс. И президент наш об этом говорит. Пока мы находимся в открытой военной фазе, воюем с Россией, мы не можем стать членом Альянса. Но мы хотим четко понимать, увидеть эту декларацию, что мы станем членом НАТО, мы усилим НАТО, как только победим Россию. А здесь, пожалуйста, предоставьте нам оружие, необходимое для победы и гарантии безопасности на пути в членство к Альянсу. На самом деле, действительно, все реально. И никто не сомневается, что Украина победит. Спасибо, Мария, вам за эту беседу. Мария Максакова была в нашем эфире, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Всего хорошего. До свидания.